господи иисусе христе среди божий помилуй меня грешу номер 283 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 20 сентября 2016 года и далее для ознакомления быстро прокручиваю кому надо тормознете сами прочитаете и 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 вот это мой мир в моем мире очень много у нас поставлено это далее наш форум форум во свете библии видеоканал во свете библии кто-то зашел сейчас сразу сходу открываю парализован во славу христа добавил к вашему видео совета переезда о елене и детях можно узнать здесь вот сергей показывает на ролик какой ролик а он у меня ужаса он и не знает вот он ролик ты и вы не свои за 19 он у меня уже здесь ролик и вы не свои благодарю и сергей я утром раньше посмотрел уже да слава христу слова вот они сидят ребятишки это на витиной квартире это батюшка сбоку тут видно дети это рассуждаем о переезде нужно ли это в данный момент дальше еще будет несколько роликов о ее пребывании здесь поехала по-хорошему простились все показали до последней запятушки что было ребятишки тут кошку мою полюбили везде обошли все посмотрели ничего не скрывается придет время когда люди будут удивляться как можно было так жить открыто вот она приехала своими глазами посмотрела порассуждали она сделала правильный вывод вот если строится весной специально должен быть человек который этим делом будет заниматься и кто-то отпустит средства если это ей нужно показано было ей не отказано но надо помнить больной ребенок и среди зимы и постоянно отмечать все ездите на снегоходе ну явно дело что тюрьма когда батюшка тут на снегоходе проехал и есть пупырях ходил все лицо покрыто было прыщами а то ребенок грудной это тоже надо иметь ввиду топить посмотрели четыре места 4 и чтобы так вот жить ей как вот в городе все нет это тут слабо если был мужик у нее рядом постоянно заработал работал тут тогда бы и можно еще время то есть сентябрь но так то все заняты в упор вот события дня вчера мы поваленный забор за ним что лежит пройти нельзя это у володи пащенко у него как раз граница с усадьбы его усадьба с никитой вот мы вчера целый день работали ставим столбы копаем ямы из шести ям 5 пришлось мне выкопать тоже засняли показали и друг звонок надежда васильевна куча в храм не идете а что такое вторник на коза рождество богородицы вот это заработались 15 минут осталось за 15 минут пробежать домой допустим татьяна проверяет домой помылся и ноги помыл переоделся добраться до храма и чтобы за 7 минут до начала ну звонит а ясно поздравить хочет ну что хотелось праздником но все слава богу но если все благополучно 10 октября надежда васильевна к тебе собирается прими ее там она к врачу хотела сходить я не хочу чтобы она там у забора стояла там закрыто все надежда васильевна в городе должна быть сегодня я сказал никуда не ездить к татьяне кузьминичной там я к врачу надо к зубному сходите обратно а там она будет у забора стоять там надо ключи и прочее не знаю совершенно на телефон но иди с богом раз не звонила то и спрашивать ничего с богом с богом спаси христос вот представьте как живем за 15 минут бегом все успели закрыть инструмент спрятать прибежать домой переодеться помыться как-то и опять в храм велосипед и прийти это все уложилось в 7 минут за 7 минут до богослужения у нас объявляется встанем все для молитвы или на молитву вот так конечно город остается городом как елена говорит она искала там сколько лет что нас нашла и вот ей главное это дети дети воспитания детей лучшего места для воспитания детей чем потерявки я не знаю все верующие за детьми приглядывают а тут она на огороде и везде работали бы с летом приедет конечно всех ребятишек мы пригласим по домам как два года или дети были у меня в лагере ну сергей молодец спаси христос только сейчас пока говорили уже эти сергей вышел это смотрит благословен господь ну наш ресурс большой тяжелый 50 книг аудио называется во свете библии православный библейский сайт сайта гимн написал ващалин владимир сегодня день рождества пресвятой богородицы мы благодарны богу за все что нам дал господь сейчас готовится в храм 7 7 только еще я все еще в интернете утром после молитвы пока показали на события и дня это работа никуда не выезжаешь все весь горит сосок в тебе вот так работали никита тут надежда васильна вызвала его что-то там помочь он клей а мы с володей здесь весь день прошел в труде и в молитве молитвы и труд по милости божией благодарю всех кто молился враги которые тут атаковали все что творили пакости заглохли где-то их не видно господь их засыпал просим чтобы они обратились стали убирать володина где он живет калашниковский дом то а там окурки еще не разобрались внизу и куча кучи просто кучи шприцы то есть наркомана тут приезжали тут никто не жил ночью рядом овечки они каждый раз брали там видно по овечке через забор и там в пустах голову только находили вот такая история тут их стали ловить теперь не знаю что охранять то никто не стоит не охраняет мы стали охранять и сразу они попались сколько не перетаскали это будет подсчет господь проведет чтобы бог их обратил выходит здесь они кололись пили курили прямо в доме в доме там даже задвижку утащили сейчас не начал замочек повесил володя будет электричество и хозяин может быть как-то господь они приезжали за наркотиками каждый год приезжают сюда вот такое дело надо увозить всю эту мерзость у нас не трактор ничего нету своих наших я имею у нас то есть тут я нахожусь и володя с никитой настроя бывшие лагерные лагеря нету и не будет больше теперь только так кто пригласить по отдыхать будут как курортики но расписание все будет тоже самое это же труд будет купаться молиться вместе у как-то бы господь все это усмотрел осталось нам тут три недели здесь быть даже чуточку вроде поменьше теперь счета с газели видите не поправится ремонтирует и знания не хватает у игоря к барабаша с комбайном хуже некуда только выехал пять минут прошло на ремонт все сыпется и мы обратились к тем кто мог бы помочь я говорил если бы я сделался миллионером там миллиардером то первое что сделал бы купил игорю комбайн самый современный он же трудится то ведь не для себя только этот продукт это не за границу идут ну а дальше что дальше дома обустроить начали дорогу подвели а тут каждую копейку бережешь ничего нету и вот на этом все у нас события дня закончились вечерним богослужением прославлением бога что божья матерь нас покрывала на таможне какие трудности были наши миссионерской поездки но и дальше уже как бог даст мы молимся за всех загонители запоносители за самых враждебных враждебных нам заповедь такая дана богу нашему слава вовеки веков аминь